Здравствуйте, Сергей Дмитриевич, Владимир Борисович. Давайте поговорим об этой убойной кампании, которая прошла. Что удалось и что не удалось сделать? Ну, прежде чем сказать об итогах и подвести их убойной кампании, давайте начнем и вспомним, как начинался у нас 2014 год, как он проводился и каким он был для оленеводства округа. Хотелось бы сказать, что этот прошедший год был один из самых сложных. Вот на моей практике такой год, по-моему, был, если я не ошибаюсь, в 1978 году тоже такой же тяжелый, происходил большой падеж от бескормицы оленей. То же самое у нас, к сожалению, случилось в зимне-весенний период, уже и в поздней весной 2014 года. Сначала на территории округа произошло большое обледенение, и начался падеж взрослых оленей, взрослых животных. Потом уже, так как кормовая база и зелень появилась поздно, начался падеж молодняка. То есть в этом году мы действительно уже потенциально в начале года, в первой половине его потеряли те возможные объемы, которые должны были получить в конце года. Но тем не менее, вот если даже по оценке, есть такая оценка, градация оценки науки, то есть год можно оценить очень хорошим, хорошим, плохим и очень плохим. Но вот этот год можно прошедший отнести к плохому году. Но это, соответственно, повлияло в результате на тот объем прогнозируемого убоя, который должен был начаться и проводиться в течение осени и начала зимы 2015 года. Да, действительно, как вы уже сказали, 1080 тонн чистого мяса в убойном весе мы планировали получить по итогам 2014 года работы. К сожалению, этого показателя мы достигнуть не смогли. Общий объем был выполнен на 95%, примерно так, плюс-минус там 0,2%. Но и то, благодаря тому, что осень все-таки была более-менее благоприятная, вторая половина лета, август месяц, это позволило молодняку все-таки набрать упитанность, и у нас олени к началу убойной кампании подошли, собственно говоря, в хорошей упитанности. И мы за счет этого все-таки немножко ближе к плану подошли. Вообще прогнозировалось, что мы получим не более 90%. Но, тем не менее, вот олениводы округа, это все-таки их персонализм позволил нам немножко сгладить эти факторы, которые в течение года происходили. Убойную кампанию мы, в принципе, начали вовремя. И даже у нас были некоторые рекорды по той убойной кампании. Я, в частности, имею в виду такое хозяйство, как СПК ХАРП, который у нас вообще в максимально сжатые, короткие, рекордные сроки провел всю убойную кампанию. Самый первый. Самый первый. Закончил, получил очень хороший выход в средние туши убойной. Затем у нас начался ноябрь, декабрь, как мы все помним. Очень плохая, неустойчивая погода. К сожалению, то технологическое оборудование, которым мы обладаем на сегодняшний день, я имею в виду убойные пункты, которые у нас имеются или не имеются на некоторых территориях, они не позволяют как раз нам вести независимый убой, несмотря на там все, так сказать, прелести или неожиданности, которые нам преподносит наша погода северная. И убой у нас действительно затянулся. Основная часть его уже проходила конец декабря, январь месяц, и даже, к сожалению, мы уперлись в первую декаду февраля 2015 года по этой убойной кампании, прошедшей. Ну, это, конечно, и сказалось на тех результатах, которые мы в итоге получили. Но, тем не менее, несмотря ни на что, на эти неблагоприятные, крайне неблагоприятные, я бы сказал, факторы, которые происходили у нас в конце 2014-го, начале 2015-го годов, оленеводы все-таки свое дело и свои задачи, я считаю, что выполнили. Мы сохранили то поголовье, которое нам должно быть выходное на начало января. Мы все-таки обеспечили и сырьем наше перерабатывающее предприятие, я имею в виду, прежде всего, мясопродукты. Мы обеспечили объемом необходимого мяса оленина на местах, в населенных пунктах округа. Это тоже немаловажно. Эту задачу тоже никто не снимал перед нами. И, в общем-то, с оптимизмом уже смотрим на 2015-й год. Сергей Дмитриевич, как сказался поддержка Ленина Колгуева на убойной кампании этого года? Да, ну, как раз мы... Спасибо за этот вопрос. Действительно, я его как-то немножко пропустил. Колгуев, это всегда был поставщиком порядка 5-7 партнеров. То есть, это как раз тот объем, который мы, к сожалению, не смогли дополучить. Это серьезный удар по вообще производству мяса оленя на территории округа. Там стабильно всегда производилось от 70 до 100 тонн ежегодно. Даже 130 было. Бывали и годы, что мы действительно получали. Там и очень хороший объем производства. В феврале, с февраля по конец мая на территории острова Колгуев было потеряно порядка 95% всего поголовья. То есть, это катастрофическая вот такие потери для оленеводства округа в целом и для Колгуева в частности. Безусловно, будет сейчас разработана программа для восстановления этого поголовья. Необходимость его восстановления имеется. Земли мы должны эффективно использовать. Там земли прекрасные. Единственное, что была нарушена некая взаимосвязь между оленеемкостью пастбищ и тем поголовьем, который опасался. Ну, в частности, это и привело к тем фатальным последствиям, которые мы получили именно на территории острова. А какие меры хотите принимать, чтобы избежать в будущем таких инцидентов? Ну, все-таки оленеводство – это такая отрасль, она всегда будет зависеть от тех погодных факторов и условий, которые, в общем-то, на нее непосредственно влияют. Минимизировать – вот это наша задача. Что касается мероприятий, которые там будут проведены, ну, вот в данный момент там руководство хозяйства во главе с главой администрации находится на территории пастбищ, происходит сбор оставшихся оленей и попытка их просчета. Хотя бы визуального, если у него не получится их загнать в кораль, то хотя бы визуальный просчет и понимание того, что мы имеем на сегодняшний день. То есть нам нужна отправная точка, чтобы разработать мероприятия, чтобы они были максимально похожи и в итоге осуществимы, для того, чтобы там вернуть оленеводство на тот уровень, который был до конца 2013-го, начала 2014-х годов. Мы ведь ни для кого не секрет, что там падеж случился в течение двух периодов. Сначала зиму 2013-го-2014-го годов, потом 2014-2015-х. Но фатальный был именно... Ой, извините, не тоже там, говорю, 15-х. 12-х, 13-х, 13-х, 14-х годов. Но фатальный именно был в 2014-м году падеж. Поэтому вот что нам сейчас, какие данные предоставят, на основании этих данных, на основании годового отчета, который придет с хозяйства, будут разработаны уже детальные мероприятия. Вот. Поэтому ждем результатов оттуда. Я думаю, в конце следующей, даже в конце, наверное, этой недели, к началу апреля мы эти данные получим. Владимир Борисович, как ваше предприятие пострадало от того, что не удалось выполнить план по заготовке сырья в этом году? Ну, мясо Ленина, да, это же основное наше сырье. Обычно хорошо, когда его много, так скажем, с переходящим остатком. В этом году не получилось. Мы планировали порядка 920 тонн заготовить. Мясо получили на самом деле по, вот сегодня уже можно посчитать, 740 тонн. То есть 180 тонн – это наши потери. Недобор, так скажем. Тут еще надо одно понимать, что хорошо, когда есть переходящий остаток, как я говорил, да, допустим. А в этом году это не случилось. В прошлом году было заготовлено 800 тонн, и его до нового года, то есть на период до нового убоя его не хватило. Это хорошо, что, как мы говорили, СПК Харп начал ранний убой, у него есть такая возможность. И мы это мясо уже смогли закупить и пользовали. То есть, смотрите, получается, что за декабрь, январь и февраль, пока шла убойная компания, мясокомбинат переработал 260 тонн мяса. То есть из тех 740, которые заготовили в общем, 260 уже нет. Мы их, будем сказать, скушали уже. Поэтому на сегодняшний день есть такая проблема, что именно оленина у нас не хватает. Поэтому предприятие вынуждено немножко сократить объемы выработки именно продукции из мяса оленя, в том числе и в чистом виде. Я говорю, не совсем убрать из ассортимента, просто сократить. То есть, если мы пилили мясо и продавали его в чистом виде, то круглонедельно, так скажем, да, то в этом году такого нет. И уже, я так понимаю, по отзывам и письмам и вопросам, что жители это тоже почувствовали уже. Ну да, полки пустели в магазине. Да, да. Нет, полки как раз не пустели. Давайте не об этом говорить. Просто ассортимент сдвинулся в сторону переработки говядины и свинины в большей мере, чем оленин. Поэтому на самом деле ассортимент есть. И я специально за этим слежу, и наше колбасное производство тоже все следит и осмотрим, чтобы полок-то пустых не было. Просто в части ассортимента именно оленина, да, здесь мы вынуждены немножко сократиться. А на цены это как-то повлияет? Вот на цены колбасы, мяса? Пока нет. Пока нет, да? Пока нет. Сами видите, цены стоят на одном уровне с октября 2014 года. А, и вообще как вот вы цены рассчитываете на ту же колбасу, например? Интересно, как складывается цена? Есть затраты, есть себестоимость. Себестоимость состоит из тех затрат, которые несет предприятие, правильно? Это и выплаты зарплаты, выплаты налогов. Ну и надо учитывать, что практически все завозится сюда, извне. То есть это и логистика, транспортная составляющая в этом очень большая. Значит, стоимость сырья как раз стоит в этой цене, стоит там 60%. Потом идут зарплаты и прочие затраты, поэтому... Ну вот вы говорите, что сейчас будет закупаться больше свинины и говядины, да? Да, мы уже закупили больше, чем по прошлому году. Потому что закупать мясо оленина где-то извне, это очень дорогое удовольствие. Мы уже тут просчитывали, Сергей Дмитриевич, думали в ямальских оленях поработать. Но когда мы пересчитали на чистое мясо, получилась цена там запредельная. Поэтому легче и дешевле было купить свинину и говядину и завезти сюда. Еще такой вопрос. Многие зрители задают его нам в нашей рубрике, которую мы ведем. Будет ли добавляться растительные добавки в колбасу? Из-за того, что не хватает оленина? Не знаю. Во-первых, наше предприятие не сторонник такой замен. Все делается, как говорят, все полезно, если оно в меру, да. Тот же соевый белок, это растительный белок, но он добавляется по рецептуре. То есть в те колбасы, где это предусмотрено ГОСТом или ТО в основном. И в тех объемах, которые он нужен. Я скажу, что на самом деле он не такой уж плохой, просто я говорю, что все должно быть в меру. Если его насыпать больше, это и вы почувствуете, и любой потребитель почувствует. Мы никогда это не делали, не злоупотребляли, ни в начало 2000-х годов. И сейчас мы этого не делаем и не планируем. То есть вкусы колбасы нашей любимой Наринмарской не поменяются? Нет, нет, конечно. Замечательно. Ну и тогда давайте, вот как предотвратить ситуацию, которая в этом году случилась с забоем? Что нужно сделать на следующий год, чтобы мяса было больше и мясокомбинат не нуждался в оленине? И населению тоже было достатки этого мяса? Да, главный спрос, главная задача, конечно, наша, это удовлетворить спрос населения. Ну что можно сказать? Действительно, прошедший год, он еще раз нам всем показал, что оленинодство, вообще ведение оленинодства должно быть направленным, развиваться по нескольким направлениям должно идти. Я бы его назвал на сегодняшний день таким, это культурное, эффективное развитие оленинодства, высокотехнологичное. Вот именно вот такими понятиями, наверное, мы должны руководствоваться в сегодняшнем развитии нашей отрасли. Для этого уже, в частности, администрация округа предприняты и руководителями хозяйств некоторые меры. Это прежде всего строительство убойных пунктов, о которых мы уже не одно десятилетие говорим, но, надеюсь, в этом году все-таки с мертвой точки у нас это сдвинется. Мы уже совместно с Владимиром Борисовичем разработали план мероприятий по реконструкции существующих убойных пунктов, которые принадлежат, в частности, у мясопродукты. Ну, это не секрет, и наши зрители знают, это три убойных пункта основных. Это расположены в селе Нижняя Пеша, в селе Коткино и в поселке Харивер. Харивер, я думаю, Владимир Борисович расскажет об этом направлении, да, это его хлеб, я уж не буду отнимать у него. Да, я расскажу о другом направлении. То есть у нас вот именно по убою два таких вектора развития. Это именно реконструкция стороны мясокомбината, как госпредприятие, и строительство убойных пунктов. В этом году запланировано, так назовем, 2 плюс 1 нашими передовыми хозяйствами. Это СПК Путилича, тоже в районе Харияги планируется строительство убойного пункта. Буквально 20, ой, извините, 19 марта была согласована площадка, на которой произойдет это строительство. Процесс уже запущен, он идет, подписан договор по строительству с компанией. Также будет строить СПК Копхоз, Ерф у нас в этом году начнет строительство. Наверное, до 15, до конца 15 года Ерф у нас не успеет, закончит в 16, а вот Путилича обязуется уже в этом году провести убой. Мы посмотрим, жизнь покажет. Главное, чтобы этот процесс был запущен. И также Ижимский линиот, как вот стало буквально недавно известно, тоже планирует еще строить дополнительный убойный пункт на существующей дороге в районе Лаевожска, 104-го километра. Этот проект тоже давно, и эта точка рассматривалась, отбивалась, хотят запустить все эти проекты, о которых я сказал, строительство, будут строиться хозспособом, то есть хозяйство сами будут вести это строительство. Это позволит нам все-таки уйти от тех трудных, от тех рамок, в которых мы находимся, я имею в виду 44-й федеральный закон, а округ в лице государства будет производить субсидирование, возмещение части затрат по строительству этих объектов. Я думаю, что вот именно такой механизм, такой путь, он нам все-таки, по крайней мере, очень надеюсь, позволит прийти к тому, что мы все-таки будем еще меньше зависеть от погоды, то есть минимизируем этот фактор. И это нам в итоге позволит предоставить тому же мясокоменату те объемы, которые необходимы, то есть это тысяча, тысяча, сто тонн. Ведь простым расчетным путем понятно, что оттягивая убойную кампанию, мы ежемесячно теряем от 30 до 40 тонн мяса, просто теряем по округу. То есть не секрет, задержали мы на 2 месяца убойную кампанию, 80-85 тонн минусовали. Вот и вся речь метика. То есть это вот такое направление, что касается той темы, которую мы сегодня пытаемся раскрыть. Есть еще другие направления, но я думаю, если хотите, можно сегодня поговорить. Если хотите, мы когда-то... Давайте мы тогда сейчас поговорим по убойному пункту в Харивере, да? Там убойный пункт именно должен строиться. Он не строится, он реконструируется. Он есть реконструкция, он же существует почти 30 лет, этот убойный пункт. Единственное, что там не хватало, в свое время, когда он строился, там была и камера заморозки. Потом это было... В 90-х годах что-то там поломалось, было демонтировано, вывезено на Ренмар, и по сей день там этого не было. То есть не было возможности начать убойную кампанию тогда, когда подходят стада. То есть когда они, допустим, в октябре, в ноябре, когда они полностью упитаны, и они находятся в районе Харивера. В этом, я не знаю как... То есть мы были погодозависимые? Да, да. В этом году мы пошли по другому пути. В общем, заказана уже камера восстановлена только в современном виде. Это не то старое оборудование, которое было когда-то там. То, что убойный пункт строит Путилича, дай бог, чтобы он был. Но мы тоже ждать не будем. Я предупреждал руководителя хозяйства, что, наверное, мы в этом году сделаем небольшую реконструкцию. Я надеюсь, что будем, если будет проводиться забойная кампания на двух убойных, от этого хуже не будет. Поэтому вот так. И вторая ситуация. Сергей Дмитриевич, наверное, забыл, что у нас еще в Неси нам наследство досталось. Еще четвертый убойный пункт. Ну, он в принципе готов. Да, да. Он в принципе готов. В этом году мы планировали хотя бы в тестовом режиме провести какой-то убой, но не успели. Не позволила погода. Самое главное, что опять та же ситуация. Нет. Камеры скорозаморозки. То есть, первое, она, в общем, был агрегатом поврежден. И из-за аномальной все-таки теплой этой погоды мы не смогли завести вовремя по зимнику из Архангельска, Смезени, доставить этот аппарат. И достающего оборудования. И не хватило, не успели. Когда уже привезли, уже убойная кампания фактически закончилась. Поэтому в этом году нам не удалось. Но я надеюсь, что на следующий год мы подготовимся и все будет там хорошо. В том же Кане. А в НИСИ, там же, по-моему, в прошлом году, да, какое-то новое оборудование поступало? Мы, потому что, я помню, делали сюжет даже оттуда. Нет, это не в прошлом году. Этому убойному 6 или 7 лет уже. Это еще он был приобретен за счет окружных средств и передан в аренду как раз СПК Канин, общине Канин. Но на этом убойном, не знаю, в силу каких причин, он не был установлен. Да, он не был установлен. И не проводилась там убойная кампания. В прошлом году нам его передали мясокомбинату. И мы в этом году сделали все необходимые работы. Установили, то есть отсыпали площадку. Установили, как положено, этот самый убойный пункт. Но, к сожалению, не успели провести тестовый убой. Ну, уже на кампанию 2015-2016 года уже там можно будет что-то проводить. Он уже готов. Ну и, Сергей Дмитриевич, Владимир Борисович, давайте подведем итоги нашей беседы. И вы нам расскажете о том, какие планы вы строите на 2015-2016 год на убойную кампанию, какие объемы планируется мясо заготовить. Ну, вы знаете, я бы сказал, что пока преждевременно делать планы, которые связаны как раз с убоем. Их всегда традиционно в оленеводстве делают в конце сентября, в начале октября. Единственное, что хотелось бы сказать. Вот зима в этом году, она тоже уже сложная. Мы видим снежная такая зима, очень глубокий снег. Это тоже уже повлияет как-то нам, особенно на выход животных на тундру. А он буквально через, менее чем через месяц уже будет происходить. Поэтому, наверное, рановато делать планы. Но мы для себя всегда объемы, те, которые нам необходимы для того, чтобы удовлетворить потребности, прежде всего, населения округа, они нам известны. Они, так сказать, объективны и понимаемы и оленеводами, и выполнимы. Поэтому давайте дождемся отела, посмотрим, как пройдет литовка у оленеводов. И в сентябре, в середине, в конце сентября, можно будет какие-то уже более конкретные, детальные... Цыплят по осени посчитаем. Да, безусловно, цыплят по осени посчитаем. И, скажем, построим те убойные пункты, выполним те планы, которые намечены. И тогда можно уже будет с каким-то объективными объемами выходить на эфир или рассказывать для... или докладывать где-то для кого-то. Пока, я думаю, преждевременно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях были начальник управления агропромышленного комплекса и торговли Нинецкого округа Сергей Киселев и директор открытого акционерного общества «Миссопродукты» Владимир Коваленко. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok